пошла записи всем здравствуйте друзья и мы продолжаем продолжаем изучать этот уже по-моему четвертый этаж и подвального помещения башни дурлага отстрелили пауков и и нужно конечно же проводить разведку далее и как мы все чувствуем нормально как проводить разведку с помощью заклинаний или с помощью и мэн я думаю что и так и так будет неплохо и мэн пошла пошла на самом деле мы там пару этер капов и пауков приложили но но вот эти зеленые пауки это наши и мэн обнаруживает ловушку обезвреживает ее без проблем опять прячется в тенях включает режим поиска ловушек и подходит на вот эту клеточку видим здесь скелет какой-то не мертвый очевидно тоже искатель приключений у меня почему-то подозрение что вот эти вот эти скелетики это подсказочки то есть они находятся там где лежат ловушки так еще это кап и мэн стреляет в него промахивается и отступает мы будем очень последовательно играть мы будем их отманивать и джоши нужно у него бросить рог почему бы нет много заклинаний он будет тоже промахиваться вот в этот раз и мэн попадает все готовы сражаться все конечно же готовы мы помним ловушку это капов в н-ной серии там действительно очень неприятно было кстати у нас есть кольцо свободы у аджантиса и по сути можно передать это можно даже не передать если здесь есть такие ловушки аджантис просто будет будет не восприимчив к ним я имею ввиду про клятые паучьи и ловушки и мэн давай ага появляется посмотрите астральный фазовый паук ничего в себе вот это новости я таких что-то не помню и тут он тут же он появляется сзади нужно отвести наших магов он отравляет корона но у нас есть куча этих бутылок уже по моему с запасом их так давай тот щит сюда эти стрелы как раз корону а не можешь передать не можешь передать значит будем по цепочке передавать по цепочке вот таким вот образом бутылку бутылку и как раз одно место у тебя есть вот эликсир здоровья должен снять и яд снять действие яда и как раз установить тебе хп быстренько пьешь его чик и вот видите отлично но этот астральный фазовый будет телепортироваться отступи отступи он еще и ускорен ничего в себя у джоша кстати есть еще обилка как он себя чувствует серьезные раны джош может себе еще хп от него откатить и здесь можно его поразить магическим снарядом и здесь можно его тоже поразить магическим снарядом много много вариаций у нас корон пожалуйста достань свой меч и тоже ему нападай своему обидчику опять он пробивает корона какой-то серьезный паук на самом деле динахер не экономить заклинание просто стреляет по нему джош почему ты не подходишь и не сражаешься не прикрываешь нашего вора и стрелка вот так вот вот так вот друзья нельзя расходиться тут сильно проблема этих пауков в том что они телепортируются прямо в толпу прямо в нас джош вперед еще пройди видим здесь господи деревянная конструкция переброшена через пропасть вы не можете определить точную глубину но когда вы бросаете булыжник в ее нутро нутро звук упавшего камня так и не раздается боюсь туда подходить чтобы мы не провалились поэтому и майн опять в тени опять поиск ловушек и вперед вперед двигаемся в шахматном порядке пытаемся пытаемся здесь находим еще одного фаза это простой фазовый паук это не страшно он телепортируется опять-таки наверное в джоша ну это не страшно абсолютно все страны могут его атаковать сразить его тоже могучим ударом с кимитара так корон пожалуйста переключись на меч с меча на лук и майн опять в тени поиск ловушек потому что боюсь я что у нас полетит паутина здесь проход еще здесь какая-то дверь тут действительно будет не просто подходить я к этой штуке вообще не хочу вообще не хочу и судя по всему нельзя подойти а вдруг из нее пауки по вылазят вот это будет номер тут какие-то чаши стоят но с ними взаимодействовать нельзя ловушек не обнаружено ведь там еще какая-то штука так давай-ка внимательно осмотрим ну нет ничего нельзя сделать здесь вижу разбитую статую вижу дверь здесь и вижу здесь еще проход и моя есть какая-то каменный голем очень интересно так вели ты там это не возникает пауков мы сразили пауков мы сразили и у джоша заканчивается или нет еще работает и майн потихоньку подходит очень кто будет общаться с големом ну конечно командир будет общаться под прикрытием под прикрытием наших сопартийцев вопросы для тебя у меня есть подойдем пройти может только друг или родич яви свое знание истории ответишь верно и путь открыт для тебя ответишь и ложно и пожалеешь второго раза не будет ни для верного не для ложного ответа ты хочешь ответься отвечать сейчас дальше в другой в другой раз эта дверь останется закрытой пока я не получил ответы на все вопросы о ее истории истории у нас есть книга дурлага какая-то история ну очевидно что только книга дурлага должна быть какая-то а мы подбирали мы подбирали но мы выкинули очень неосмотрительно это было с нашей стороны сейчас мы пройдемся еще по инвентарям перед что почему слишком далеко где нахер подойди сюда сейчас очевидно друзья начнутся загадки немножко будет передышка передышка боевая и будут загадки очень плохо я отгадываю всякие загадки но здесь написано именно истории какие-то нет заклинаний уже передай квейли господи эти 13 стрел несчастных плюс 2 сюда их сюда и давайте посмотрим 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 действительно может быть у нас это мертвой троица это наша книга история пропавшего короля какого-то и ей ей длин это не то точно двуручный меч средний щит ну разве что остается методом проб и ошибок почему ты не можешь использовать а это магическая давай сюда таки не выпил эти бутылки ловкости книги не обнаружено сейчас еще в мешке еще раз давай джош еще раз нету цветки токан где скилла андриса какие-то это этот парень из господи это мы читали а это это еще там где нас заслали дайте морские карты это журнал балдура на это нет кстати мы его читали или нет не помню рецепты размышления никого дредила это мы читали нет у нас никакой книжки подсказок нету ну джош придется у тебя все-таки мудрость сколько сколько мудрости 19 винта 9 а у здесь 17 и 5 здесь явно больше но нет возможно здесь будут проверки на мудрость и на инту возможно попробуй дверь открыть на самом деле срабатывает ловушка летит паутина да уже выбегает просто ну допустим допустим паутина паутина то мы переживем аджантис даже может сюда зайти зайти и проверь и дверь открыта пожалуйста не надо никакие еще одна паутина летит аджантису наплевать абсолютно еще паутина летит и эта паутина уже квейли за забирает возможно здесь еще остались ловушки но имя ничего не обнаруживает но аджантис может тем не менее сюда пойти естественно еще ловушки срабатывает куча паутин аджантис не пойдешь туда соло не пойдешь туда значит у нас теперь два пути друзья или сюда где куча ловушек и мы их пока что не можем увидеть и обезвредить или вот с этим големом говорить может он говорит про какую-то скрытую дверь не знаю мы можем попробовать на самом деле один вопрос какой-то ты можешь уже выйти можешь это шоу а сохраниться не можем сейчас вот неприятная неприятная ситуация там еще дурлак этот призрак дурлака говорил про три пути зоны чистого воздуха заклинания нету чтобы вот это от диспелить обычный диспел по моему не работает он работает именно если персонаж завязан в паутине так и мы подойди сюда и поищи ловушечки этим пожалуйста вот прямо сюда вот находит отлично обезвреживая их чик отлично там их много судя по всему и штуки 3 наверно было или они сработали уже и уже разрядились вот это тоже непонятно это путь к отступлению и майн ничего не находит здесь еще какой-то проходы как кошмар какой-то хочется и туда и туда и разрываюсь я ну ладно и майн проверь хотя бы что за углом теперь мы можем сохраниться и и майн под вашу жучка будет подходить аджантис что ты там с кем ты там ругаешься аджантис начинает сквейли ругаться вот это очень очень неприятно потому что нельзя ругаться друзья здесь что-то закрыто какой-то замок нельзя ругаться в то в тот момент когда мы в данже если в на улице туда это понятно вы слишком далеко чтобы управлять этим устройством не можно управлять я боюсь и майн что если мы сейчас тут что-то нажмем эта машина похоже на источник энергии для чего-то находящегося в северной комнате вероятно для ее активации нужен некий оберег понятно мочина да мочина хорошо мочина ну ладно машину нашли сюда не пойдем я хочу с этим может этот голем дает оберег может этот голем превратиться в голема с которым придется сражаться не знаю даже джоша шо ж делать сохранимся и будем методом пром проб и ошибок будем с ним пытаться общаться вопросы для тебя задавай свои вопросы голем если ты считаешь дурлага сына болхура громового топора своим родичем тогда тебе должно быть известна история семьи которая построила эту башню как зовут мать этих сыновей фернибол это сын был ислан вот это непонятно не знаю друзья на самом деле или ислан или смело ислан там же была ислан по моему это правильный ответ угадал ну да там мы в одном из прошлых комнат там была богатая комната там была подсказка про жену что жену убили эти дуппельгангеры или сам дурлаг убил потому что там было обращено это хорошо но остается еще один вопрос дурлаг основатель клана получил свое имя не от отца он получил свое имя в честь совершенных им подвигов убийца троллей огнем и топором он очистил эту землю от чудовищ когда одного топора было недостаточно второе имя дурлага убийца троллей троллей флиндов вампир вот есть троллей это правильный ответ но остается еще один вопрос отец основатель потерял свой клан во временам смуты и предательства будущем завладели двойники и дурлаг остался без клана это объединять его с отцом странником который полагался только на свое оружие назови мне второе имя был хура обыкновенный здравый смысл лишь он нужен чтобы ответить на этот вопрос а вот тут я не знаю не могу придумать отец странников в прошлом по моему было про этого громовой топор громовой топор нет убийца демонов нет боевой топор не знаю камнелом верный молот убийца троллей истребитель волков еще раз читаем читаем внимательно прочтите условия задачи отец основатель потерял свой клан во времена смуты и предательства будущем завладели двойники и дурлаг остался без клана это объединять его с отцом странником который полагался только на свое оружие громовой топор боевой топор может быть назови мне второе имя был хура там же был какой-то топор господи молот камнелом верный молот давайте боевую громовой топор пробуем это правильный ответ да есть же не может быть друзья жаб с первого раза ну повезло видимо джош ух ну я читал внимательно эти диалоги ну как-то повезло просто вот ключ от того что тебе нужно вот загадка о том что будет кости пройдут там где не пройдет плоть страж страж сопроводит кости а че за загадка такая эй что такое стоп прожал паузу что такое каменный глемшу ню и еще загадки это не может быть и нас телепортнуло куда-то так друзья все намного сложнее вот тут мы точно сохранимся потому что все намного сложнее чем я думал поиск ловушек во первых если молния полетит всех просто положит если фаербол полетит всех положит не успею скастовать защиту есть у тебя и какие-то есть щит этот ну давай щиты на всякий случай я за зачитаю все защитные все защитные заклинания которые есть с места вообще никто сходить не будет ты выпил щиты эти все так ну давай тебя не жалко подошел отлично давай защиту от зла на джоша джош будет общаться как командир где нахер чё есть есть еще вот эта сфера есть еще защита от окаменения не знаю нужна она или нет что здесь еще есть защита от страха тоже давай полетела на всех отлично защита от зла в радиусе у тебя есть нет 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 не нужно остальное боевые заклинания есть бутылки но бутылки это реакция ходить можно ловушек не обнаружено здесь друзья раз два три четыре штуки какие-то давайте все отойдут просто все отойдут сюда значит джош поскольку ускорен все начинают спорить квейли говорит я я должен я все знаю квейли успокойся джош зачитывает гармонию мы сохраняемся на этом и джош будет по очереди подходить ко всем статуям и мы начнем именно с этой не знаю почему с севера потому что северо-восток потому что так хочется господи на мне все и закончилось теперь расскажи о моих бедах покажи что ты знаешь о них откуда пришла моя боль куда она нанесла удар где она укоренилась где она засела говорит покажи что ты понимаешь меня это кошмар ну я не знаю но сейчас мы говорим с севера с северо-восточным значит с севера она пришла затем с юга непонятно непонятно не сейчас я не буду делать выбор можно ты сделаешь выбор и при том быстро замешательство выдает тебе чужака накажет нас нет не накажут но этот будем угадывать в конце все началось с нас с нас с наших господ те что со щупальцами направляли а мы тихо убивали под покровом ночи мы прятались среди детей и с начала расправились с самыми слабыми никто не увидел нас никто не заметил и никто не выжил когда дурлак заметил обман было уже слишком поздно его собственные родищи пошли против него и он убил своих двойников это началось с нас пришедших с запада это подсказка это подсказка а ты че скажешь это не мое лицо захватчики отняли мое истинное лицо и похоронили его вместе с моим телом и телами моих товарищей я был среди последних но не самым последним я видел этот ужас мой ребенок напал на меня но это был уже не мой ребенок у него было лицо моей дочери но я знал что она уже мертва доппельгангеры проникли в наши ряды и мы не смогли сражаться против самих себя лучше умереть чем убить себя что останется от человека если он будет вынужден убить свою семью и себя я был среди последних но не самым последним это подсказки это подсказки к этому чуваку значит с запада нас наняли после того как отгремели бои дурлак призвал нас чтобы осуществить свою мечту мы сделали все что смогли но его видения становились все мрачнее и вскоре мы уже ничем не могли разобрать в них мы бродили среди его павших родичей мы ходили по его сокровищам в конце концов мы начали опасаться за свою жизнь но он боялся сильнее я так и не понял хотел ли он укрыться от врагов или заточить самого себя думаю и то и другое нас налили после того как отгремели бои и мы сделали все что могли мистика друзья просто полнейшая и разрыв шаблона и мозга нифига не понятно но с другой стороны можно сложить на самом деле этот пазл мы уже знаем что дурлак великий герой убийца троллей там сражался с троллями они все его почитали но потом деппельгангеры захватили его крепость поубивали его там семью и превратились сами в его членов его клана началась тут заваруха и потом наемники какие-то но из этих двух подсказок я вообще ничего не понял из этой понял что они пришли с запада поэтому попробуем еще раз с запада они пришли а затем ах ты собака а тут два ну давай третий пробуем тебе удалось кое чему научиться пока что ты сможешь здесь выжить ну и что сохранимся сохранились и что-то произошло и нас выбросило сюда очень интересно а ну-ка дурлак что скажешь на это все тебе удалось найти комнату в которой указано направление но это еще не все путь еще не свободен пойми пути которые ведут сюда и тогда ты вернешься то есть это еще не конец еще будут загадочки ну я даже не знаю ну давайте вернемся туда на самом деле здесь еще дверь была по-моему какая-то здесь еще была дверь может надо еще раз говорить с этим глеммом я вот не могу понять чего от нас хотят мистика дичайшая просто просто дичайшая а может опять придется на эти вопросы отвечать а нам дали какой-то этот оракул или что там нам нужно было талисман а ну-ка проверить проверить инвентарь у Джоша есть и берег телепортации только еще куча у нас есть талисманов в сумке а ну Джош зайди-ка в эту комнату поскорее попробуй попробуй использовать ты эту штуку эта машина похожа на 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 нет нет у нас никакого берега ой аджантис не говори отпечаток зла тут невероятный да дурлак знает какое наказание полагается за повторное обращение к хранителю ты не он а ну-ка не сметь фаербол полетел у нас так значит второй раз к этому чуваку нельзя подходить фаербол мы пережили потому что есть небольшие резисты хорошо друзья судя по всему нам сюда нужно продвигаться сохранимся каким-то каким-то чудом удалось мне с первого раза разгадать загадки разгадать загадки тут видимо еще есть такой вариант это все-таки пазл складывается потому что дурлак вообще сам сошел с ума и тут сам этих иллюзий всех наделал и просто и нас тут водит за нос на самом деле дурлак он же такой понимаем в тени не получается почему-то уима ну ладно хотя бы лобушечки поищи но я хочу тебя отправлять вперед просто вот так пошла я не знаю просто что нас ждет абсолютно этого не помню я кажись вообще сюда не ходил я вот там низ защищал когда в энхэнст эдишн катал не это не помню что то вообще чтоб было так жестко и страшно так какая-то комната тут видим труп лежащий имайн говорит что очень страшно ей поэтому имайн мы тебя прячем мы выключаем тебе искусственный интеллект чтоб ты тут ой 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 господи что то такое какие то орд эти дворфийские письмена имайн находит так ну я думаю можно подходить или нет имайн не может найти ни одной ловушкой раскрывается что у нас здесь статуя какая то статуя говорит все кто осмелится стать на рудный ковер будут сражены понятно сюда значит на рудный ковер не идем может хоть кто то осмелится в действительности давайте зайдем сюда рудный ковер видим дверь и там сундучи сундучок какой то здесь видите лежат трупы а можно обойти как то рудный ковер нельзя все кто осмелится это мы уже поняли так где нахер на ковер не наступать и корон ты близко подошел к ковру отступи пожалуйста имайн следует подойти к этой двери и ее наверное попытаться вскрыть она вскрылась без проблем прячешься опять в тенях включаешь поиск ловушек и будешь туда заходить сохраняемся очень страшно друзья очень страшно в этом подземелье тут какой то мистика уже повеяло и они очевидно сейчас нас к чему то готовят сейчас что то будет что то будет ой 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 кто это такой ислам это же жена этого дурлага да имайн зашла давайте входим остальные входят имайн раскрылась тем более что ты закрыл дверь то господи напугали меня заходят все теперь сюда где нахер на ковер только не наступай это видимо ислам он ее ковер и знаете как в гости приходите по ковру не ходить в грязных башмаках в которых выходили на поиски приключений тебе удалось зайти далеко и многое увидеть но все но не все решаются остаться я предлагаю тебе уйти не тревожь больше духа покинь это безумное место твой мир наверху этим местом правят мертвые которые не отпустят тебя угу смотрите друзья добрый дух так ты можешь унести меня из этого места я принимаю твое предложение большое спасибо на конечно же мы останемся тут мы хотим разгадать загадку дурлага свет зовет ты не идешь ты еще упрямее моего дурлага я отправлю тебя назад когда захочешь если бы только можно было так же снять это бремя с его плеч угу но если что будем убегать просто к ней бежать и аджантис говорит командир нужно аккуратней тут действовать тут на самом деле отпечаток зла ислам сопротивления магии какая то она дикая ты ищешь ловушки ищешь давай открой эту дверь и там еще одна дверь что за звуки как будто что то шевелится господи как страшно джош тут что здесь ничего не видно ну пойдем на север наверное и майн зайди как будто что то что то друзья что то что то какие то звуки ну бакграунда как будто что то происходит я по полу по пол шажочка хожу потому что ловушки то здесь видно багнутые были открыто здесь открыто так а это огонь горит господи я уже испугался и мэн в тени поиск ловушек вход проверяешь ну я думаю можно заходить кто это ужас в шлеме так ужас в шлеме я тебя понял отходишь а не один он там еще один ужас в шлеме ну давай квейли и знаменитую невидимость тут подходишь туда заберем ужас в шлеме я думаю спокойно только у нас нет уж фаерболов абсолютно никаких нету фаерболов я тебя понял отступаешь а здесь четыре штуки осталось фаерболы остались не череп ловушка только как ужас в шлеме убивать без понятия а есть еще жезлы у нас может в сумке нету жезл вызова монстров страха и вот эту штуку можно засандалить на самом деле неплохо было бы да или в белку превратить но вряд ли у них если иммуны здесь можно вот так действовать есть еще такие спылы а может быть есть у тебя фаербол на нет не в этой коробке вот в этой давай-ка посмотри тут только защита ну давай динахер засандаливай туда вот эту вонючую тучу я не знаю даже вот таким вот образом и отступай полетела влоги ничего не пишут значит значит не действует на них ну попробуй динахер а ты вот этой туда стрельнуть не можешь без цели не можешь а фаербол засандалить они видимо за дверью и не действует на них великолепно великолепно можем что-то попризовать есть у нас какие-то призывные или мы все на шахматы потратили рок есть есть вот этот вызов насекомых судя по всему придется здесь занимать позицию их встречать просто встречать защиты у нас никакой нету ты сюда ты давай сюда ты сюда и сюда действие заклинания прошло даже ускорения нету ускорения нужно хотя бы знаешь шока закрой-ка эту дверь вот так иди сюда и мы тут просто не-не-не мы с этой тетенькой отдохнем ей я доверяю больше друзья чем ужасу в шлеме поэтому мы сохранимся и прожмем все-таки отдых надеюсь никто здесь не появится ну так и есть а теперь Джош иди-ка сюда только аджанти снимет кольцо аджанти снимет вот это кольцо Динахейр зачтет на нас зачтет ускорение а Джош и так ускорен давай ты агри их короче и все вот сагрился первый сагрился первый Динахейр читает ускорение на нас читает ускорение ты читаешь сразу песен или защиту от страха песен читаешь надо было вообще напризовать их каких-то товарищей ты давай давай вот это на всякий случай не 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 никаких дверь закрывать вот так делай Джош идет сюда не помню у них сопротивление магии или нет или это у других была обреченный нормально все сейчас заберем просто вносим по нему промах 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 это хорошо значит магией по нему работаем работаем обычной обычной магией по нему по ужасу в шлеме серьезные раны уже в него уже тем не менее первый готов Джош влетел на следующего кто тут уже в шлеме давай ему подай раз и отступи ну давай давай нападай мы уже готовы с вами сражаться тут золото с него выпадает и очень стильный шлем второй подходит сразу же залп сейчас полетит магического снаряда по нему так вот так и вот так а и включи конечно же и и просто сражаемся с ним тяжелые раны отлично пробивает у Джонкиса еще пробивает у Джонкиса ну все готовченко Джош вот так а вы боялись друзья какие-то простые эти ужасы в шлеме вот стражи судьбы вот это да вот это были жесткие Джош кастует поиск ловушек и заходят сюда и сразу найдена ловушка вот в этом ага это кузница видать какая-то личная кузница дурлага ну что ловушка обезвреживать уже будем наверное в следующей серии или может еще в этой интересно все таки интересно имейн можешь пожалуйста но может имейн тоже будет искать ловушки куча бочек здесь Джош не находит ничего спокойно лезет сюда молот боевой волшебный и здесь что у нас ой 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 куча всего ага оберег вот и оберег собственно который был нам нужен этот давай молоток сюда эти бутылки имейн передай тут уже передай имейн оберег надо еще будет опознать но очевидно что это тот который нам нужен имейн пустое снаряжение Джош возвращайся сюда имейн быстро залутает болты вот эти все да и с этим оберегом мы уже сможем наверное пройти что-то с той машиной сделать да спадает у нас хейстан давай-ка динахир сейчас мы напоследок еще этот оберег опознаем прочтем его описание и уже будем заниматься машиной костяной оберег в следующей стереи я думаю все таки уже да потому что мне пора выдвигаться ну с нами ислан и в ее компании хоть она и призрак но все таки не так не так страшно здесь еще идет путь сюда и давайте карту посмотрим на самом деле остается только вот эта зеленая область и и машина да которую мы пометили давайте зелень тоже пометим green так чтобы я не забыл о ней потом готово как-то этот этаж попроще пока что проходит чем все остальные а тут кстати еще что-то было ящик еще был и Джош говорит ловушек там нету ну драгоценности мы еще отобьем деньги которые потратили потратили на оживление павших так сказать контейнер полон спрячь сюда отлично эти бутылки у кого там была штука с бутылками у корона эти бутылки давай сюда здесь стрелы обнови вот так вот так и все и мы уже в следующей серии друзья будем идти к машине и очевидно этот Использовать этот оберег на машине У меня нет времени на неторопливые беседы Я рыцарь и у меня есть множество заданий, которыми нужно заниматься Ты чё, Аджантис, тут удумал? Непонятно Аджантис чё-то никогда таких фраз не говорил Аджантис, ты же сам ДЛЦ-шный вроде бы Так что мы всё правильно делаем Всё, друзья, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok